Сегодня чиновники и защитники животных сели за стол переговоров. У каждого из общественных деятелей есть своя шокирующая история о живодерском отношении к дворнягам. Говорят, в последнее время идет их массовое истребление. Эти люди утверждают, что неоднократно видели, как коммунальщики делали животному инъекцию, после чего в адских муках оно погибало. Другим подсыпают в пищу отраву, третьих просто отстреливают в приютах и питомниках. Видим, что животные, бездомные животные пропадают. Мы не находим трупов у этих животных, но мы видим сгустки крови, вот это вот все следы насилия. Мы не знаем, что происходит, мы не можем разобраться в ситуации. Просто мы знаем, что просто стреляется из шприцеметов, просто отлавливается, просто закрывается в клетках, и они просто погибают без питья и воды. Отечественные защитники животных заручились поддержкой Евросоюза, в частности Польши. Руководители польских приютов и общественники рассказали, как в их стране борются с присутствием бездомных животных на улицах. Для этого создают специальные экологические патрули, организовывают питомники, где собак стерилизуют, чипируют, то есть вживляют под кожу карту с индивидуальным номером, оказывают ветеринарную помощь. За пару лет популяцию бродячих собак им удалось взять под контроль. Считают, что Украине и Донбассу, в частности, до этого еще далеко. Не хватает слаженности в действиях. То, что происходит в Украине, в области у вас, это возмутительно. Животных просто убивают среди улиц, все это видят дети, взрослые. Это же цивилизованное общество, откуда такие методы? Вы, власти, должны прислушиваться к общественным организациям и помогать им. Только вместе можно справиться с проблемой. Коммунальщики и представители власти все обвинения, в свою очередь, отрицают и называют клеветой. Говорят и сами о беспокойной ситуации бродячих животных на улицах. И выступают тоже за гуманные методы контроля. Но действия общественных организаций считают популистскими и ждут, когда они перестанут критиковать власть, а будут помогать делом. Да, есть недостатки, никто их не скрывает. Но мне бы хотелось слышать от общественных организаций, например, такую информацию, что мы общественные организации в количестве 5-10 человек, неважно сколько, взяли шество над каким-нибудь приютом. И, допустим, раз в неделю, раз в месяц приходим и бесплатно, как говорили польские коллеги, на безоплатной основе, убираем, чистим, моем, кормим. Но таких предложений, к сожалению, ни от кого не поступало. Бюджетных денег в Донецке и в других городах области недостаточно, чтобы полностью справиться с проблемой. Тем более, что операции по стерилизации или кастрации стоят около 1000 гривен. Сейчас за счет инвесторов в Донецке собираются строить еще один приют для бродяг. На этот проект бизнесмены готовы потратить около 2 миллионов гривен. Там будет создаваться тоже приют, приют ограниченного приема животных. То есть эвтаназия, как на коммунальных предприятиях, до сегодняшнего момента проводиться не будет. То есть приют ограниченного приема, это в своем роде хоспис для животных, где животные попадают, колейки старенькие, те животные, которые не могут вернуться на место своего прежнего обитания. Проблема бродячих животных существует не только в Донецке, но и во всем регионе. И чиновники, и представители общественных организаций согласились, что единственный выход – отлов и стерилизация, как это принято во всей цивилизованной Европе. Но у нас пока на это денег нет, поэтому коммунальщики и в дальнейшем надеются на помощь спонсоров. Ольга Шилкина, Руслан Новиков, Панорама.